Вам принципиально войну называть войной? Ну, надо называть вещи своими именами. Что это такое? Четырьмя фронтами вторглись и еще войной не называем. Ну, уже совсем. Уже сейчас будем мокрыми стоять и все равно будем говорить, что не дождик. Ну, это совесть какую-то надо иметь. Почему этого хочет и попробовал это воплотить Путин? Он хочет реставрировать Советский Союз? Не знаю. Он хочет быть Петром Первым? Нет, мне кажется, что это... Чем далее, тем более у меня ощущение, что это для того, чтобы было понятно, зачем он еще и в 24-м году. Ну, когда идти на следующие 12 лет. Ну, смотрите. Просто для сохранения власти? Были проблемы. Ну, это логика пожизненного правления, которая заставляет не менять власть, а делать вид, что он обновился. Это же надо будет Путин 4.0, да, получается? А как вы считаете, это великая державность, она с нами навсегда? То есть у нас это ДНК или это сильно зависит от режима и, как следствие, среды вокруг? Я думаю, что все-таки зависит от режима и среды вокруг. И я очень надеялся, и мне казалось, что это абсолютно суицидально опять в такую историю влезть. Я полагаю, что все-таки это уж в наипоследний раз, но это же просто так же нельзя. Ну, вы понимаете, да? Но это не может кончиться добром. Я думаю, что никто сейчас, даже самые оголтелые пропагандисты, не могут внятно объяснить, о чем хорошим это должно кончиться, по их мнению. Даже вот если исходить из официальной каких-то позиций, которые даже не определены, даже официально ничего не сказано, а какой цели вот это все имеет, вот эта вся компания военная? К чему она стремится? Что считают они победой? Ну, они зафиксировали победу этими референдумами, а потом украинцы вернули себе Херсон. А Запорожья даже и не было. Его анонсировали как уже Россию. Оно еще не знало о своей этой счастье таком. И что? Ну, куда? Понимаете, Камзол с самого начала застегивался не на эти пуговицы. Ну, не может сойтись уже. Я всегда был убежден, что вообще вот это вот все про великодержавность, никогда не закончится добром, блин. Ну, это все опять будет... И главное, что сами настрадаемся. Больше-то всего. И сколько раз вот это широко шагаешь, штаны порвешь, было уже в русской истории. И каждый раз мы же все убеждались, каждый раз, и в соцлагере, и даже в бывшем Советском Союзе. Мы каждый раз куда-то приехали и убеждали, что, блин, это что, мы русские? Вообще так хуже всех живем? Но мне почему-то кажется, что... Не почему-то. Я убежден даже, что все это слишком противоестественно, чтобы быть уж очень надолго. Ну, слишком это против времени, против... против истории, против смысла, против 21-го...